Громкие разрекламированные фильмы это практически всегда здорово и зрелищно, но многие из них сейчас это в большей степени развлечение для глаз, чем пища для ума или сердца. Если ты тоже отчаялся найти действительно хорошее кино, то вот тебе несколько фильмов, которые скрасят пасмурные осенние вечера. Фильм 2015 года «Она». Это криминальная драма от создателя основного инстинкта Пола Верховена с Изабель Юппер в главной роли. Изначально Верховен хотел снять картину в Голливуде, но не нашел ни одной американской актрисы, которая бы и ему понравилась и согласилась бы сыграть главную роль. В результате экранизацию романа Филиппа Джиана, ох, пришлось снимать во Франции, где и развивается действие книги. Нет, Кван, мы уже говорили, оргазмические конвульсии должны быть ярче. В центре сюжета Мишель это властная, немолодая женщина, которая руководит студией по разработке видеоигр. Однажды среди бела дня преступник в маске выламывается в дом и насилует ее. Женщина же по определенным причинам не обращается в полицию и почти никому об этом не рассказывает. Что это? С великого упала. Она хочет сама вычислить преступника, правда, не совсем для того, чтобы сдать его полицейским. Казалось бы, рядовой психологический триллер, но подан он Верховеном так, что волосы на голове встают дыбом. Дикая, невероятная и пугающая головоломка, в которой зрителю предстоит долго и мучительно разбираться в причинно-следственных связях. Во время грозы Это испанский триллер, который одновременно содержит в себе и романтическую историю, и детектив, и фантастику о временных петлях. Фильм снял известный испанский режиссер Ариоль Паула, создатель таких детективных криминальных триллеров, как «Тело» и «Невидимый гость». А по сюжету главная героиня Вера со своей семьёй переезжает в новый дом. Распаковывая вещи, женщина находит в кладовке старый телевизор и видеокамеру с кассетой, которую в 1989 году записал маленький мальчик. И однажды во время грозы возникает некий парадокс, который даёт шанс на спасение мальчика. Фильм по стилистике и сценарий очень похож на немецкий сериал «Тьма». Испанская глубинка выглядит почти как немецкая, события показываются параллельно в разных временах, а главное, и там, и там есть тайна, объединяющая несколько семей в городе. В общем, это типичная и новая запутанная история от режиссёра Ариоля Паула. Новые загадки и недосказанности, и пара интересных сюжетных повалов. «Не отпускай меня» Этот фильм снят по одноимённому роману известного британского писателя японского происхождения, и одновременно нобелевского лауреата Кадзо и Сигуро. Но концепции фильма и книги довольно различны. В книге, например, и персонажам, и читателю сразу раскрывают все карты и главные секреты. Фильм же не торопится открывать главные загадки. В центре сюжета трое друзей – Кэти, Томми и Рут. Они провели своё детство в необычном интернате, они были лишены всяческого контакта с окружающим миром. Когда герои достигли совершеннолетия, они наконец-то узнали правду о том, кто они на самом деле, и в чём заключается смысл их жизни. Фильм понимает действительно важные вопросы морали, нравственности и гуманизма, и обладает внушительным актёрским составом – Кира Найтли, Кэрри Миллиган и Эндрю Гарфилдс. «Ева. Искусственный разум» Эта испанская драма с Даниэлем Брюлем в главной роли – отличный пример бытовой фантастики. Действия картины происходят в недалёком будущем, а именно в 2041 году. По сюжету Алекс главный герой работает инженером-кибернетиком и проводит исследования в области робототехники. Он возвращается в свой родной город Сантерину, чтобы заняться уникальным делом – созданием робота-ребёнка. «Но не хватает самого главного программы – эмоционального интеллекта». В качестве прототипа Алекс берёт характер своей племянницы и присваивает его своему андроиду. Фильм хорош тем, что с минимальным бюджетом авторы умудрились создать зрелищный, приятный глазу фильм, и при этом передать глубокую философскую идею. Поначалу он плавно и тянучий, но ко второй половине он преподносит зрителю множество сюрпризов. Жасмин Этот фильм Вуди Аллена стал современным прочтением классической пьесы американского драматурга Теннесси Уильямса «Трамвай желания». Стоит заметить, что это одна из немногих драматических картин режиссёра, который больше известен своими лёгкими комедиями. Главная героиня Жасмин в исполнении Кейт Бланшетт, которая, кстати, за эту роль получила Оскар. Так вот, Жасмин – светская львица из Нью-Йорка. В одночасье её брак рушится, а она, раздавленная и разорённая, переезжает в Сан-Франциско к сестре. Меня всё забрали, правительство и адвокаты. Сюжет построен на ряде флэшбэков, напоминающих, скорее, беспорядочные воспоминания, которые не в хронологическом порядке разворачивают перед зрителем события прошлого, постепенно раскрывая историю героини и её взаимоотношений с людьми. Это меланхоличное осеннее кино, грустная история, поднимающая любимые темы гениального Вуди Алина, насмешек судьбы и влияние на неё микроскопических случайностей. Депрессия, кошмары и нервный срыв. Сколько ещё способен вынести человек, прежде чем выйти на улицу и начать кричать без причины? Искупление Фильм срежиссировал Джо Райт, автор гордости и предубеждения «Тёмных времён». Действие фильма начинается в 1935 году и разворачивается на фоне Второй мировой войны. Это история одной писательницы, пытавшейся на бумаге искупить допущенную в своей жизни трагическую ошибку. А если точнее, по сюжету, 13-летний Абрион однажды обвиняет парня своей старшей сестры в том, чего он не совершал. После чего жизнь и старшей сестры, и парня неминуемо рушится. Картина получила 7 номинаций на «Золотой глобус», и это рекордное количество номинаций в тот год. Также она получила 14 номинаций на премию «Бафта», 7 номинаций на «Оскар» и почётное место в списках лучших фильмов 2007 года. Фильм богат шикарнейшим актёрским составом. Кира Найтли, Джеймс МакЭвы, Бенедикт Камбербэтч, Сир Шаронан и так далее. Безумно красивая и зрелищная картина во всех смыслах. Отель «Гранд Будапешт» Это приключенческая детективная комедия гениального Уэза Андерсона, автора бесподобного мистера Фокса «Королевство полной луны» и «Острова собак». Фильм снят по мотивам рассказов Стефана Цвейга. Действия его происходят в вымышленной восточноевропейской стороне Зубровке и повествуют об удивительных приключениях консьержа Густава и его молодого друга. По сюжету, однажды богатая постоялеца отеля «Мадам Д» умирает при загадочных обстоятельствах и завещает Густаву ценнейшую картину эпохи Возрождения. Однако вскоре появляется настоящий наследник, который совсем не согласен с таким завещанием своей матери. «Грёбаный педик!» Работы Уэза Андерсона отличаются уникальной визуальной составляющей. Это всегда яркие и сочные картины, которые заставляют забыть об окружающей реальности и им гравенно переносят зрителей в совершенно другой мир. И отель «Гранд Будапешт» не исключение. Кроме того, здесь множество смешных диалогов и блестящий актёрский состав, на который приятно смотреть. Последняя любовь на земле Апокалиптическая инди-драма с Юином Макгрегором и Евой Грин в главных ролях. Он шеф-повар Майкл, а она эпидемиолог Сьюзен. Однажды наша планета оказывается во власти страшного вируса. По всей земле люди лишаются чувств, обоняния, зрения, слуха и вкуса. На фоне этих событий в Глазго развивается роман главных героев. Режиссёр фильма Дэвид МакКинзи, известный по фильмам «Молодой Адам», «Бабник» и «Холлэм Фоу», при практически минимальных затратах сумел показать гораздо больше горести и разрушений. Фильм напоминает о вещах, которые мы имеем, но порой так мало ценим. Возможность чувствовать аромат, вкус, осязать, слышать и видеть. И что будет, если всё это утратить? А будет, по версии режиссёра, жутко мрачное и гнетущее. Настоящий декаданс и упадок человечества. Так что пока мы всё ещё способны ощущать в полной мере этот мир, стоит просто жить и радоваться каждому дню. Штормовой мальчик В далёком 1976 году австралийцам удалось снять простенькую, но душевную драму с тремя пеликанами в главной роли под названием «Мальчик и океан». Штормовой мальчик — это вольный ремейк этого фильма и дань уважения к нему. Главный герой Майкл Кингли в прошлом успешный бизнесмен, а теперь пенсионер, который вспоминает историю своего детства. Однажды он нашёл маленьких птенцов-пеликана и забрал птиц себе. Вскоре они подросли, и Майкл решил отпустить пеликанов на волю, но один птенец по имени Мистер Персиваль не захотел улетать. Эта необычная дружба мальчика и пеликана оказала большое влияние на всю дальнейшую жизнь Майкла. Руби Спаркс Исполнители главных ролей в этом фильме, Пол Данно и его девушка Зои Казан, являются инициаторами съёмок этой истории о писателе-неврастеннике. Зои Казан сама написала сценарий, а Пол предложил его режиссёрам Джонатану Дейтену и Валери Феррис, с которыми работал на съёмках «Маленькое мисс счастье». По сюжету главный герой Келвин написал свой первый роман-бестселлер в 19 лет и уже успел стать известным, и его даже успел настичь творческий кризис, поэтому он решает придумать себе музу для вдохновения. Келвин в деталях её описывает – внешность, характер, увлечение, привычки – и называет её Руби Спаркс. И однажды, вернувшись домой, он застаёт девушку из своих фантазий, сидящей на его диване. Фильм, который начинается как лёгкая молодёжная трагикомедия, к концу превращается в мощную драму о человеческих взаимоотношениях. И это действительно остроумная картина, которая наводит на серьёзные размышления о том, насколько далеко мы готовы зайти в попытке переделать другого человека по своему желанию. Но любовь и есть магия. Имя-то мы имеем. Руби! 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 Не говори, чем закончится, ладно? На этом всё. Надеюсь, я вам помог. Удачи! Её убили. И вы думаете, что это я? Руби!